Я всех приветствую. Сегодня у нас с вами очень необычная встреча, крайне не похожая на все встречи, которые у нас были ранее в Академии Центра Света и, в общем-то, вообще. Тема, которая сегодня будет раскрываться, на самом деле важна для абсолютно каждого человека на Земле. И те, кто сегодня прослушают от самого начала до самого конца, будут с нами в эфире, тут уже не будет прежним. Это абсолютно точно у вас произойдет смещение сознания, потому что помимо той, так скажем, теоретической части, которую я решила раскрыть, будет происходить действие, взаимодействие с вашим сознанием. Эта встреча родилась очень спонтанно, совсем недавно, на днях. Я разговаривала с одним человеком, очень-очень чистым, с огромным сердцем. Я не буду называть имен. Это человек, который в своей жизни стремится всем помочь и хочет быть очень полезным людям, этому миру. На сегодняшний день этот человек работает уборщиком, убирает дома людей. И эта встреча будет посвящена через нее огромному-огромному множеству, огромному множеству людей, которые задают одни и те же вопросы. На самом деле, вопрос, все вопросы сводятся к одному вопросу, который сегодня будет раскрыт полностью. Я бы даже сказала исчерпывающе. Благодаря нашей беседе с этим человеком, я знаю, что придет время, и она посмотрит этот эфир, для вас раскроется очень многое. Для меня в этой беседе было раскрыто и открыто для меня, что некий фундамент, даже не фундамент, фундамент уже давно передавался в Академии Центра Света. А нечто, что лежит под этим фундаментом, так и осталось лежать до сегодняшнего дня. Что то, что, как мне, все это время казалось, что это на поверхности, и это абсолютно нормально, абсолютно понятно для всех, да, на самом деле оказалось под большой-большой плитой. Сегодня мы эту плиту поднимем и раскроем суть, и вместе с этим поднятием сместится и ваше сознание. Впервые для того, чтобы готовиться к эфиру, я готовилась необычным образом. Я решила дать вам визуализацию, визуализировать некоторые моменты, которые все-таки включат определенные нейронные связи, и произойдет некая вспышка, некое воспоминание. Поэтому я зашла в интернет, и все, что можно было подобное найти, нашла, что нельзя было найти, воспроизвела, нарисовала. И сегодня мы с вами попробуем провзаимодействовать через визуальные формы, которые, по сути своей, просто уберут очень большое количество вопросов. Моей задачей не стоит сделать для вас что-либо понятное. Даже для того, чтобы вам передавать то, что я буду передавать, мне самой пришлось погрузиться в сознание под эту плиту. Это действительно очень тяжело. И к окончанию нашей сегодняшней встречи я поднимусь обратно. И, в общем-то, я здесь нахожусь не одна, и у меня сегодня будут свидетели, которые прочувствуют это физически вместе со мной. Я попрошу Виталюса немножко внимания в нашу сторону. Ну, да, есть некие моменты, да, которые сейчас включаются в пространстве, и они действительно очень непростые. Это действительно в едином сердце это чувствуется. Но сознание, которое летает спокойно за пределами всех облаков в космическом пространстве, так или иначе, выбирая для себя всё-таки некую суть служения, ему приходится неоднократно опускаться для того, чтобы подняться во множество своё. Это суть. Это суть размножения Вселенных, это суть увеличения, это суть того, где Дух познаёт себя. Всё происходит в достаточно простом таком семейном режиме. Мы находимся сейчас в одной комнате. Перед вами доска, маркер и множество различных картинок, которые у меня на самом деле хаотичны, они не имеют никакого порядка. Я сразу говорю, что я не готовилась. По сути, я просто образно взяла картинки и особенно вот запечатлела некие моменты, которые бы хотелось бы вам раскрыть и показать в процессе этого пути, в процессе этого путешествия, да, сознания. И если будут задействованы не все картинки подготовленные, а только их часть, значит, так нужно. В любом случае встреча будет не короткой. И просто приготовьтесь, пристегните ремни, мы взлетаем. Итак, есть множество различных вопросов, которые постоянно витают в пространстве, особенно в нашем пространстве, в пространстве сердца, которые мы уверенно и смело раскрываем и расширяем. И все эти вопросы в силу колоссальной, просто колоссальной, колоссального груза догмы человеческого сознания не дают увидеть сути, сути себя, заглянуть немножко вовнутрь. Сегодня мы убираем все догмы, сегодня мы будем с вами говорить на немножко непривычном для вас от меня языке. Итак, приступим. Вопрос. Чем сверхсознание отличается от обычного сознания людей? Это прекрасный вопрос, это потрясающий вопрос, который, благодаря которому и через который мы с вами и запустим механизмы и моторчики вашего корабля. Итак, мы берем картинки, достаточно простые. Конечно же, тот, кто привык работать с геометрией, искать логические какие-то ходы, выходы, придумывать сложности физики, химии, квантовой физики. Я прилагаю или просто выключить этот эфир прямо сейчас и не тратить свое время, или же просто расслабиться, постараться расслабить мозг и дослушать до конца. И я уверяю вас, что вы просто, ища какие-то открытия новые, вы для себя их сегодня найдете. Слушайте, как и то, что я говорю, и то, что показываю, да, говорится между строк. Итак, различий на самом деле много. Различий много, и в первую очередь, если мы это обобщаем, то разница в строении, в полном строении, да, то есть аура человека, окна человека, он полностью и целиком замещается. Полностью и целиком. Давайте мы с вами вспомним таком достаточно для вас понятном, распространенном понятии, да, на вашем языке, как микрокосм и макрокосм, что малое в большом, и все повсюду повторяется. И достаточно одного вот этого малого, абсолютного малого, осознания и воспоминания, строения этого малого, как все остальное во всех нервностях повторения, абсолютно во всем, во всех временах, для вас станет на самом деле простым, и ничего усложнять не нужно. Как бы ни казалось сложным, ну, как бы ни казались какие-то процессы непонятны, на самом деле все легко, когда происходит процесс воспоминания. Итак, если мы берем строение тонких тел, да, все это уже прекрасно знают, осознают, что есть не только это физическое тело, что есть некие какие-то оболочки или некая какая-то аура, картинка, аура, картинка. Нужно здесь нет. Ну, хорошо. Значит, это не нужно. Обычные поконы. Кто-то, может быть, помнит, несколько лет назад начинались моменты, фотографировали ауру людей, смотрели ауру людей. Обычный покол, да, и разделено, как бы, тело по стволу, да, позвоночному, или там, кто что говорит, кто какие практики, где говорят, там, сколько чакр, семь, девять, восемь, сто двадцать девять, и там, и бесконечность, и так далее. Но суть остается одна. Вы это знаете, что это, да, чакровое строение, некое аулическое яйцо, которое, в котором доминирует та или иная краска, да, тот или иной цвет доминирует, относительно того, каким уровнем чакры, да, как бы, человек оперирует. Ну, это я так сейчас очень упрощенно, особенно для тех, кто это сталкивается. Здесь вот я нашла картинку, вот, например, на этом некого, да, вот это аулическое яйцо, вот оно разделено здесь, в данном случае, на семь чакр. Соответственно, каждая имеет свой определенный слой, да, этих чакр, и на этом уровне, да, человек, на этом уровне сознания, он оперирует своим мозгом. Проще всего, да, сказать. Что происходит, когда начинается эволюция сознания? Эволюция, когда происходит эволюция сознания, да, когда оно становится более высокочастотным, и происходит его замещение, то тогда все эти чакры, каждая, да, все эти строения, они также начинают эволюционировать. По сути, они начинают возноситься и отражаться в своей изначальной структуре, изначальных полей, от которых, из которых, да, где они были отражены, соответственно, откуда пошло это рождение. Если мы берем, независимо, какое строение тела, независимо, какой частоты, какой кристаллической структуры, мы берем любое тело, да, то мы понимаем, мы его можем взять за единицу, как клетка. Просто некая клетка, да, в которой есть свои молекулярные связи. По образу и подобию эта клетка повторяется вот здесь, на уровне мозга. Она имеет свое повторение той кристаллической структуры, которую имеет сам носитель. Носитель, мы называем физическое тело, любое живое физическое тело, натуральное тело, да, вы знаете, что носитель может быть и железо, и дерево, то есть натуральные камни, мы сейчас берем тело человека, просто человеческое тело, то есть мы с вами просто сейчас упрощаем на максимально, да, в простом языке, мы просто берем строение тонко, да, вот всех тонкоматериальных тел человека как за одну клетку. Неважно, такой она структуры, такой, еще какой-либо. Так вот, любая клеточка, да, имеет свою кристаллическую структуру, то есть некую свою геометрию кристаллической структуры, свою чистоту и свою мерность, абсолютно каждая, поэтому человек, рождаясь и проживая здесь те или иные сценарии, можно сказать, это как слепок, как его отпечаток, это его генетический код. Его генетический код это созвучно тому, носителем какой кристаллической решетки он является, потому что на этой кристаллической решетке и отпечатан этот генетический код. Все, соответственно, здесь все понятно по образу и подобию. Если мы берем отдельно мозг, просто, а вот, кстати, теологически если мы по образу и подобию берем мозг, то вокруг мозга также есть кристаллическая структура. И на самом деле если мы берем все астрологии, Таро и еще какие-то моменты гадания вычисления судьбы человека, его карма как называют, то на самом деле мы можем просто посмотреть какую кристаллическую структуру, какую ее геометрию, по-другому еще говорят, геометрию мозга, он здесь вибрирует, да, носителем какой кристаллической структуры он является. Каждая такая кристаллическая структура является живым сознанием, абсолютно живым сознанием во множестве своем, да, как множество молекулярных связей, каждая молекула, да, и дальше дальше это все многофрактально, как нейронные связи, все это в своей совокупности, да, является сознанием, каждый квант является живым, абсолютно живым сознанием, сознанием еще бывают мертвые, но суть такая, что сознанием давайте так, чтобы совсем не путаться. Итак, мозг получает импульсы, импульсы получает через эту кристаллическую решетку, а значит через сознание, носителем которого является сам человек, осознает он это, или как правило естественно, что он не осознает, мозг полностью подчиняется этой кристаллической структуре, да, она может быть разной геометрии, чтобы вы понимали, да, что, что имеется ввиду кристаллической структуры, но их множество, их различные, абсолютно различные геометрии, мы тоже немножко сегодня затронем эту тему, чтобы видно было в камере, я сегодня еще покажу, просто вот сейчас то, что у меня при глазах, я являюсь, чтобы это у вас связались, да, эти народные связи, так вот, возвращаемся с вами к импульсу, помимо сознания, помимо того, что подобное, да, вот она, клеточка, вот она опять повторяется, да, здесь эта клеточка, в этой области, помимо этого, по образу и подобию также создана ДНК, ДНК создана по образу и подобию сознания, да, и как я уже сказала, что сознание, его частота, да, подает импульсы, давайте с вами вспомним, да, что ДНК по своей структуре имеет некую троичную форму, да, мы еще ее называем уже более так глубоко осведомлен, мы ее называем треединой, да, некую треединой форму. Здесь, если мы берем тело полностью, да, берем столб, позвоночный столб, и вот мы берем один участок ДНК, один, только один в данном случае участок ДНК, носителем которого является вот это тело, в данном случае. Соответственно, созвучно чистоте, да, созвучно записям в этом ДНК, здесь и образуется кристаллическая решетка. Так вот, это троичная форма, внутри которой имеется неких вот этих шесть матриц, шесть матриц кубических. Здесь я просто смотрю, не до конца распечатана, здесь их только три, обрежено, вообще изначально на рисунке и шесть. Они также по образу и подобию располагаются в этой части, да, самого столба позвоночного. Если мы будем сейчас с вами дальше идти к геометрии мозга кубической, до нее дойдем, то она отражена во всех, абсолютно на всех стенках. Так вот, матрица вот этих записей, она по образу и подобию отражает записи вашего генетического кода. То есть, кодоны памяти. Те кодоны памяти, которые предопределены у вас еще, да, до вашего рождения, вот вы рождение начали проживать и вы это все в соответствии и вы это все полностью благополучно проживаете. Но суть такая, что эти шесть форм это суть вообще всей природы. Это кристаллическая решетка полностью, да, если мы берем кубок, это всей подлинной сути природы. И она управляет сознанием людей. Они люди, осознанно управляют ей. Таким образом, мы с вами сейчас еще вернемся к этим кубам, да, сейчас мы в нашем с вами таком достаточно интересном процессе. я вот вспомнила, что есть картинка, чтобы вам было немножко понятно, ну, совсем до новичков, да, что такое клетка, что есть клетка, вспоминаю, в клеточке есть ядро, в ядрышке есть хромосомы, внутри хромосомы у нас ДНК, вот она пошла, наша ДНК, и участок ДНК, определенный участок ДНК, да, это есть ген, и внутри гена у нас что есть? Эти генетические коды, кодоны памяти. для более такого, да, это у нас уже золотого минула, мы возьмем здесь вот максимально просто упрощено для памяти, да, вот он, мы берем, например, да, структуру ДНК, на самом деле, конечно, она более сложная, да, форма выглядит, потому что это многофрактально, здесь мы берем, для понимания этих этажей сознания, что она просто раз сместилась, вы здесь, раз сместилась, здесь, раз перешли сюда, вы находитесь здесь, так вот, если мы приложим эту картинку, вот, в единичном ее случае, да, вот сюда поставим образ вот этого человека, да, вот сюда, мы развернем позвоночном столбе, мы видим, что здесь есть определенный участок, вот этой ДНК, определенный только участок, то есть ген, понимаете, вот этот определенный участок, внутри которого раскрывается и развертывается суть этого звука изначального, что здесь, кодоны, эмитический код, который дает звук и дает структуру, геометрическую структуру полностью всей кристаллической решетки человеком, носителем какой кристаллической решетки вы являетесь, сразу, да, начинает что-то вариться, здесь что-то вариться, что-то прокручивается, воспоминаться, ага, вот, уже сейчас картинка на глаза попалась, я когда была в Египте, мне удалось попасть на выставку, как раз в Паире, была выставка, это золотой коробей, который был печатан еще там во времена фараонов, да, который что олицетворяет? Он как раз олицетворяет один участок ДНК, на какой золотой ген, то есть, вот этот коробей, да, как запись еще предков, которые свободно, да, оперировали и знали, что такое предка Бога, что такое ДНК Бога, что такое ген Бога, вот он, золотой коробей, то есть, это полная здесь сборка всех частей, да, коробей, который идет на солнце, держит солнце и его крылья, сегодня мы с вами узнаем, что это такое, что это закрыли, и также в Египте было показано, кто эту картину забирает, было также показано в Рексоре, да, что вот они, наши некие такие столбы, да, столбы, позвоночные столбы, вокруг которых определенные сценарии нарисованы, мы раскручиваем, разворачиваем эти столбы, вот она, ДНК, и мы понимаем, что это записи внутри гена, и что по образу и подобию это просто повсюду повторяется, понимаете, что у вас внутри, и оно пошло, 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 но изначально, с самого начала, управляет всем, то есть, мы, если будем блуждать по мерностям, искать какие-то там практики, мы сегодня об этом поговорим, мы просто заблудимся, мы все время будем вот ходить, 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 ходить вокруг да около, да, но управляет всем именно сознанием, понимаете, сознание может поменять, я говорю абсолютно, абсолютно, знает на 100% генетику человека, носитель кода Бога может абсолютно легко на любом расстоянии поменять генетику любого человека, но для этого есть условия, готов ли сам человек, готов ли он, потому что частица, малая частица, возьмем мою квантовую частицу, может изменить любую частицу, если она более высокочастотная, на любом расстоянии, нету во вселенной такого расстояния, на котором бы мы не могли связаться с друг другом, это мгновенная передача, мгновенная, а может, а там, у нас зюжит, зюжит, вот то же самое, в эту же копилочку, в эту же копилочку, немножечко здесь, конечно, суха была другая для картинки, но я ее распечатала для чего? Чтобы вы понимали, что каждая ДНК имеет свой слепок, свой кристалл, свою печать, понимаете, каждая ДНК, это кристалл, это вот как у снежинок есть кристалл, который вы знаете, каждая ДНК, это по сути отпечаток, только вопрос в том, что вы носите отпечаток какой-то индивидуальной, индивидуальной души, которая вот определенной какой-то там, да, пирамидкой сознания, или же выноситель слепка Бога, единого, то, что вот я сейчас показывала, ну, конечно, здесь в данном случае на, уже на нашем золотом геноме, я уже его показываю, так, как он вообще выглядит, именно, именно, вот прям выглядит в самой клеточке, именно в самой клетке, здесь, конечно, ну, по образу и подобию просто как бы напоминание, люди, человечество, вы изначально не просто какой-то индивидуальный персонаж, который ходит, живет там сам по себе, да, и еще нам сразу попадается с вами здесь картинка, которая тоже очень созвучна, да, сейчас она с тем, что мы с вами говорим, и тут мы смотрим, вот оно по образу и подобию, да, вот они есть, некие электромагнитные поля, которые берут часть, да, вибрирует часть ДНК, часть человека оперирует одним-двумя процентами ДНК, это сегодня очень прекрасно, что научные деятели открыли наконец-то, что мусорная ДНК, это оказывается не мусорная ДНК, да, что там ого-го, сколько всего, но мы к этому тоже вернемся, что все открытия, все открытия на таких планетах, да, как планета Земля, научными деятелями происходят тогда, когда эта клетка уже давным-давно играет этот сценарий в организме в целом, соответственно, и в организме людей. Ну, естественно, что божественное сознание, оно опережает по скорости сознания людей, и даже то, что сейчас происходит на Земле, мы можем назвать замыслом Творца, замыслом Бога. Замысел, значит, некий такой тайный, но тайный он не потому, что кто-то что-то скрывает от людей, а для того он происходит таким образом, чтобы человек умом не вмешивался и не мешал сам себе. Просто не мешал сам себе для эволюции своего сознания. Вот здесь, в этом телестроении, на этой картинке, мы с вами только видим, да, вот эту суть, что вот мы можем вот разложить и посмотреть здесь записи кодов. 64 кадона памяти, по сути, носителем которого является человек, что там записано, плюс, как я сказала ранее, они многомерны, да, что там записано, какие сценарии проигрываете вы, почему все предупределено, почему человек не может повлиять на самом деле, ходит вот здесь постоянно по кругу, на эти вопросы мы тоже сегодня с вами ответили. Пока на этом этапе участки все укладывается, заземляется, суть, отлично, замечательно, тогда мы с вами идем дальше. Вот, кстати, кристаллы, кристаллические структуры, это то, о чем мы говорили, да, относительно каких кристаллов, то есть если мы возьмем те же записи, те же кодоны, то это звук, потому что мирознание это звук. Можно посмотреть, что у человека в кодах записано генетически вот таким же образом, как сейчас люди доходят до того, да, что посредством звука меняется кристаллическая решетка. Вот носителем какой волны, да, соответственно, электромагнитной, какой частоты является человека, мы смотрим. И вот в этих 64-х кодонах у людей проигрывается, ну, обычно вот такие прям ярко проявленные, это около 26-28. Изначально, вот, изначально кодоны, изначально ген, да, вот золотой геном, да, вот как золотой скоробичек у нас, это солнечные записи, это 64 записи, которые, чаша, вот мы ее берем, как чаша грана, да, изначально, то есть это изначально насыщенные некими такими золотыми корпускулками, то есть это почему солнце, да, это солнечная генетика, соответственно, здесь очень красивые структуры, их еще там в Тибете, да, называют мандалами, да, это красивые такие упорядоченные структуры, которые заполнены полностью вот этими фотонами цвета, да, светящаяся генетика, генетика Бога, естественно, которые изобильны, ну, изобильны, и когда вы являетесь носителем вот такого гена, соответственно, по образу и подобию что происходит? Мозг. возвращаемся к нашему мозгу. Здесь все ясно, мы берем сюда мозг сверхчеловека, чтобы показать разницу, и здесь просто просто человека, который не хочет эволюционировать, созвучно с тем, как поднимаются частоты земли, ну, все знают, да, по шуму все это поднимается. Соответственно, если здесь у вас клетка блока, да, если здесь зажжены все нейронные связи, они зажжены, как кадоны, кадоны зажжены, все нейронные связи, все молекулярные связи, все соединены, и все вот эти связи полностью, да, вот, между ними полностью, как солнышки сияют, абсолютно, да, вот он, как мозг целого, да, тоже по образу и подобию мозг, все по образу и подобию, кристаллической структуры по сути на которой вы находитесь это все ваш всегда временный дом потому что сознание текучие но постоянно перетекает с одной структуры сейчас вот вы на одной начали мы с вами на мост выйдем мы с вами сегодня совсем на иной структуре потому что потому что сознание бога управляет своим вниманием сегодня мы тоже об этом внимание поговорим она немножко отличается от внимания человеческого но управляет энергией достаточно просто быть дайте на этого и быть этим также вот здесь очень ярко показано кристаллическая структура здесь вы видите синий красный достаточно знакомые для вас да уже и вот она пересечении на пересечении рождения святого духа солнца плазмы отца и матери в единстве это пересечение здесь здесь уже совершенная структура но мы с вами в данном случае это работка мы с вами идем дальше мы идем с вами структуру картинки у нас нету это вот мироздание до первого клетки бог самого да вот изначального который пас повсюду он повсюду он полностью это бесконечность бесконечность которая одномоментно оперирует всем это есть мозг целого абсолютно все его связи все его солнышки все постоянно горит светится между собой до переливается свободная энергия передается без каких-либо запора без каких-либо на физических проблем так назовем на человеческом языке на этом этапе мы идем с вами дальше убираем картинки которые нам могут мешать и так мозг как правило человек является носителем кристаллической структуры клетки которого дали связи которого не как правило я даже вам сейчас более подробно как я вам уже сказала что мозг получает и получает импульс от сознание и рождение от этих импульсов имеет три неких мерности это одномерное двухмерное и трехмерное так вот одномерное это когда слабые импульсы человек не является вот этим сверх проводником так как вы сидите говорите меня толком там прошибла зубы на вы чувствуете это по телу не является на этим сверх проводником он не является носителем этого тела плазма соответственно да еще раз говорю это не говорит о том что человек плохой просто пришло эту эволюцию уже положить этому как говорится конец чтобы начать заново новое поэтому в чем разница той сущности которая жила в тех частотах до земли и той которая сейчас переходит или уже мы говорим о той которая пришла и суть такая что импульсы настолько слабые на одномерные это вот когда человек прибывает на таких низко низко вибрационных низко вибрационном сознания соответственно его мозг вырабатывает слабые клетки он рождает слабенькие клеточки если мы говорим об одномерных клеточках то это вот как у животных да такой импульс и не зажглось как вот как в древности камни друг от друга труд 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 искры нету вот вот это вот одномерные и к сожалению но это у нас как бы да еще вот у животных если можно собаку да то есть у нее как бы не мысль на рождается а вот что-то там вот потом двухмерный это вот в основном да это человеческая человеческий мозг который рождает вот эти двухмерная форма что такое двухмерная форма это старые формы жизни человеческие это мысли которые смертны шла мысль пролетела уже забыла о чем ты сейчас думал она уже полетела там в другую сторону прилетела сюда как по образу и подобию смертной эти клетки и поэтому у человека со временем отмирает эти клеточки словно в лампочке угасает 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 в таких вот неких а ну вот нерона полностью угасает мозг сжимается человек умирает почему потому что это кристаллическая структура носителем тела которого он является насмертно она имеет определенную чистоту уже это записано в генетике вспоминаем да рисуночек это уже в ходу записано сколько ты будешь жить а все все прописано и как бы там не казалось что кто-то за кого-то там борется за жизни кто-то кому-то что-то продлил лишь все понимаете цвета записи хорошо на этом этапе я вижу что пока что все понятно идем дальше берем мозг человеку который вышел за все вот эти рамки да он перешел он свершил вот эти все свои переходы переход за переходом и стал носителем изначальной генетики бога изначальной клетки блоком он носит одежды бога какой у него мозг а вот его нужно назвать самовоскрешающимся он вырабатывает уже трехмерной формы то есть его мозг может эти импульсы как бы да давать излучение импульсов принимать и удерживать да то есть данном случае он может излучать и принимать в данном случае он может их удерживать соответственно здесь продолжаем сейчас поговорить теперь о самом интересном да мы с вами поговорим именно о мозг все остальные картинки они у меня посвящены теме мозга и это основное ярко такое отличие про которое люди спрашивают почему потому что еще раз говорю все по образу и подобию можно взять всю клетку до человека по телоустроения пройтись различных достаточно взять мозг и на основе мозга просто вообще на самом деле рассказать можно даже строение всего мира знаний в общем то что мы сейчас с вами будем делать только в очень упрощенном виде максимально понятным более менее подготовленным сознанием потому что как я уже сказала что квант на расстоянии может поменять другой квант частица другое клетка бога может поменять тело сознание другого оно способно на самом деле не так тяжело это сделать когда действует именно настоящая да клетка бога вопрос только в том что нужно согласие нужно абсолютно согласие и готовность эволюционная готовность сердца и так доходя до мозга мы не будем упускать очень важный момент очень важный момент это сакральное сердце каждую нашу с вами встречи наверное кроме только сегодняшней мы начинаем со слов раскрою свое сердце и эта фраза скоро облетит весь мир почему потому что речь идет не о том сердце которое знаете вы а речь идет о том сакральным орденом сердце которое пора открыть каждому человеку это сакральное сердце находится в области вилочковой железы это тимус и когда по мере поднятия как я вам уже показывала это вот да у вас немного трактально идет поднятие здесь в такой упрощенной форме да сознание как бы по этажам поднимается и каждый раз меняет генетику каждый раз меняет эти записти и меняет соответственно и мерности и меняет соответственно кристаллические решетки я уже представить эти кристаллические решетки как такое огромное-огромное множество, как слоёный пирог. Их много, они все разные, у каждого своя геометрия. Ты перемещаешься, перемещаешься, ты не можешь сразу отсюда, да, сразу прилететь сюда, потому что для тебя это удар ток, молния и тело мертвого, но не выдержит. Это должен быть определённый процесс. И вы знаете, если не знаете, то можете это узнать. Я сейчас немножко освещу эту тему, что уже учёными открыто, доказано, что есть некий там сверхразум, некое единое сознание, некий Абсолют, некий Христос, Аллах, Творец и так далее, некое единое сознание, которое управляет всем. Также доказано, что на Земле найден новый ген, да, новый ген, новая клеточка, да, клеточка Бога. И что, о чём это говорит, если на Земле уже есть ген Бога, то есть солнечная генетика. Если её принесли сюда на Землю, если она уже вибрирует, о чём это говорит? На самом деле, сама задаю вопрос, сама отвечаю, это говорит о том, что на всей планете, абсолютно на всей планете, без разделения на ты и я, и мы отдельно друг друга, идёт мутация клеточка, абсолютно в сознании каждого человека. Ну, вы также знаете, что и частоты поднялись, да, Земли? Что такое мутация? Это изменение этого генетического кода. Конечно же, в связи, это всё по образу и подобию в различных мерностях повторяется, соответственно, душа целого, она пробуждается, есть различные моменты, они будут только какое-то время усугубляться, да, природные, потому что природа пробуждается, и человек чувствует страх, апатию. Это вот таким образом сопровождается вот эта мутация. Но это человек чувствует страх, апатию, потому что у него закрыт тимус, у него закрыто это сакральное сердце, подлинное сердце, но просто закрытое. Это как раз и есть вот этот некий лотос, да, назовем его так, который раскрывается и несёт чистоту безусловной любви, абсолютной безусловной любви, где нету условий, да, почему и за что, кто кого любит. То есть это вот первый такой центр, который у нас раскрывается. В данном случае, говоря о нашем пути золотого генома, то мы это проходим уже на втором уровне. А сейчас, так как нас много, увидеть, скажем, синхронизацию этого пути сложно, но когда нас было меньше, то в одно время все начали болеть. Кашель, кажется, что пневмония, слёг, валяюсь, ничего говорить не могу, кажется. Вот это вот процесса, когда идёт вот это вот раскрытие, да, меняется. А здесь структура, она меняется на физическом уровне, понимаете? Соответственно, первое, да, ещё раз проходим здесь с вами, первое. Это человек, да, являясь неким сосудом, да, заполняется фотонами энергии, изначальной энергии световой, да, энергии изначального света, материи, изначальный свет. Он заполняется этими фотонами света. И когда эти фотоны света достигают области тимуса, заполняя его, как напитывая этот лотос, да, там его расцеловывая, любовь моя, да, я пришёл пробудись. И вот он раскрывается, этот тимус, да, и у нас идёт с вами взаимодействие, и вы начинаете, ну, все по-разному, но кто-то вот начинает в этой области горение, да, чувствовать расширение. Вот Исаишка вчера рассказывал, что у него там током, да, в этой области, как будто бы... Горячо. Горячо, да. Вот оно пошло взаимодействие, и раскрой своё сердце, раскрылось. Оно оказывается едино. Оно оказывается сейчас, вы раскрыли это тело, и стали едины с целым. Понимаете? Вы раскрыли это сердце. Но это ещё не всё. Продолжаем дальше. И если мы здесь брали бы телостроения человека, то у него, конечно, эта область закрыта. Что мы и наблюдаем, в общем-то, повсеместно. А тут тоже хочу сказать по поводу Тинуса. Я об этом говорю на геноме, но всё равно я бы хотела бы тоже сказать. Да, это любовь, но это любовь подлинная. То есть она, как я говорю, не нужно говорить, не нужно. Ну, изначально она даёт некую такую эйфорию, да. Эйфория, эйфория. И потом, конечно, благодаря этой эйфории дальше проходят определённые процессы, да. Сейчас мы их затронем. Но потом в определённый момент это не чувство, не просто чувство, да, любви. То есть слово «люблю», любое сказанное слово «люблю», оно не должно быть сказано просто словом. Умершвять слово «люблю» его нельзя, потому что Тинус тогда будет просто закрываться. Если мы говорим «люблю», но на самом деле в этот момент хотел сказать что-то другое и просто сам себя пересилил и сказал «люблю», то вот этого делать не нужно. То есть искренность быть самим собой и вот это «люблю», оно должно так быть сказано, что все это сразу, мгновенно почувствуются. Неважно, на каком расстоянии мы находимся. Знакомое вам состояние? Вот поэтому нужно вот эти вот моменты, о них можно говорить, и можно кто-то, может быть, сейчас будет слушать и уже применять, но я сейчас пойду дальше, пойду к мозгу, и более понятно станет суть еще и различных практик, медитаций, почему нужно все-таки силу, раскрыть эту силу Бога, да? Раскрыли сердце и поехали дальше. Итак, здесь мы раскрыли все, мы чувствуем эту любовь, да? Что у нас начинает происходить, как у нас постоянно, да, в чакре? Это могут быть и слезы, но обычно это сопровождается, и вот эта радость, и все. Собрали, собрали, здесь развернули чакры, все, все, все пришло к одной чакрочке. Все вот здесь, все в центр, все пришло к одной звезде, звезда на звезду, звезда на звезду, звезда на звезду. Здесь, вот здесь в одной точке все собирается по образу и подобию, по сути, это генетика. Все, вот здесь оно все собралось. Помните, еще сейчас мне показывают фараоны? Да, все, вот здесь, вот она тебе и дверь, высшие меры своим высшим, да, вот тебе и все эти процессы, вот тебе любовь, вот тебе слияние. Ты раскрыл это сердце, ты вибрируешь любовь нежно, все, пошли дальше, пошли дальше. Мы поднимаемся дальше, мы поднимаем эту фотонную энергию, да, мы поднимаемся по этим этажам, мы ее поднимаем дальше, дальше, дальше. И сейчас будет самое интересное и долгожданное, ну, по крайней мере, я знаю, как много было вопросов на эту тему, и кто-то там даже, ну, у нас было, что боялись на эту тему, говорили, зачем это озвучивать? А мы озвучим, нам бояться нечего с вами. Итак, смотрим. Вот оно, тело. Вот он, грааль. Зажженный грааль, да? Мы зажгли. Вот она, чаша. Вот здесь. Мы раскрыли чашу, и здесь произошел некий взрыв. Раскрылось сердце. И самая сердцевина раскрылась. Вот она, раскрылась эта чаша. Она раскрылась, 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 раскрылась. И зажигается точка. Тогда мы будем делать грааль. Здесь нам протирать. Рафаэль, вам пока. Помните, сестра не играли, да? Где зажигается вот эта точечка. Мы сейчас тоже до нее дойдем. И суть такая, что мы берем вот тело, да? Вот видите область? Вот так. Вот здесь. Вот они пошли поля. Поэтому что мы рождаем? А мы можем с вами родить только то, носителем чего мы являемся. Только отражение этого по образу и подобию. Если мы являемся носителем низковибрационных полей, то понятно, что мы будем рождать только подобие себя, кем мы являемся. Если мы будем являться носителем высоковибрационного поля сознания, то мы будем рождать точно так же и мозг. Носителем какого сознания? Если высоковибрационным, то есть зажжены полностью, да? Полностью вот этот единый мозг целого, единая вот эта сеть сознания изначально, ее изначальная геометрическая структура, то на этих, ну, здесь мелко, ну, здесь просто по подобию, да? Представим ее, сожмем. Да? Рождаются тоже плазмы, рождаются новые клетки. Ваш мозг начинает рождать новые клетки. Ключевого человека. Понимаете? Сейчас мы к этому придем, но прежде чем туда прийти. Очень интересный вопрос у нас поступал, у меня вопрос, тема. Ну, ну, и эта тема поддерживалась различными личностями. Неважно, какими, то есть я не беру сейчас там академии, не академии без разделений. Все служит, абсолютно все служит. И эти ребятушки тоже послужили неосознанно. Это рептилоиды. Ну, и люди говорят, рептилоиды, рептилоиды, а вот рептилоиды. Давайте с вами подумаем. Если рептилоиды, ну, вот они есть, все же есть, раз они говорят, раз есть какие-то картинки, раз есть такое сознание, значит, есть такая кристаллическая структура? Конечно, есть. Есть такая кристаллическая структура. Если мы с вами говорим об образе и подобии в человеке, значит, где-то эта кристаллическая структура должна проходить своей волной в теле, человек ею или оперирует, или нет, и она должна по образу и подобию где-то закристаллизоваться, да, то есть где-то иметь свой кристалл. Ну что ж, интересно вам? Ну хорошо, смотрите, если мы берем, вот здесь еще показан, вот он квадрат, да, вот он, и здесь берем выше, идем выше и видим вот такую картину, откуда явился образ фараона, записи древних, даже записи в клеточках. Наверное, они что-то знали, не только они, мы просто сейчас берем их, да, за образ подобия. Вот он вот, да, то есть вот здесь проходят эти поля электромагнитные. Дальше идет некая пирамида, лакушка, которую мы зажигаем, единая, единая, уже божественная, целостная, мировая душа. Камера целого. Та-дам! Да, то есть мы теперь, ну как бы не теперь, а вообще говорим не просто потому, что мы говорим, а потому, что мы начинаем включаться и осознавать, а что мы вообще говорим, а что мы вообще думаем, а что мы делаем, да. Да, и вот здесь, на этом этапе мы смотрим. Я сейчас очень кратко, возможно, даже я где-то что-то подумала. Я об этом прям еще отдельно сделаю, мы прям по мозгу разберем все станции, которые мы проходим на геноме, почему мы именно вот так вот станцию за станцией и куда мы в итоге выходим. И почему меняется ДНК? Она меняется по выходу. Почему это неизбежность, да, в данном случае? Смотрите, мы берем вот эту пирамиду, здесь малая, малая, ну какая тут пирамида, да, вот она маленькая, да, вот от области, вот эта маленькая. А теперь берем большую, по образу и подобию, мы же здесь клетку рассматривали, да, теперь на все тело эту пирамиду, вот мы ее выстроили, да, по образу и подобию, маленькая, большая. Всё. Суть здесь понятна, да, что мозг, что тело рассматривается как отдельная клетка. Теперь начинают спрашивать. Вот рептилоиды, орион, сириус, ещё какие-то созвездия, плеяды и так далее. Так если мы сейчас с вами очень внимательно слушали, то мы сейчас осознаём, что есть одна клетка, которая является Вселенной. И что человек создан по образу и подобию. И что всё повторяется. Так значит, где-то в человеке есть рептилоид? Та-дам! Так вот, мои родные, вот здесь, в области мозга, есть определённые тоннели. Тоннели сознания. Они ещё раз, всё время буду говорить по образу и подобию. Это целостные пирамиды, в том числе и всего мироздания. Да? Это всё повторяется. Здесь есть определённые тоннели, определённые станции. Мы с вами эти все станции знаем. Всё это мы проходили. Ничего здесь. Сейчас мы вернёмся к этой картинке. Так вот, говоря вот об этой структуре, это есть некий мир иллюзий. То, что внутри пирамиды, да, некий мир иллюзий. И любая пирамида, любая пирамида, она искажает пространство. И она создана ещё, когда на основе кадонов, да, ещё в кадонах памяти, это структура геометрическая, она создана для того, чтобы искажать пространство. И это нормально, потому что мы это создали для того, чтобы проживать эту жизнь вот так, как мы проживаем. Мы балдеем от этой жизни, а не убегаем от неё, да? Мы её создали, чтобы от неё балдеть. Просто забыли об этом, и сейчас, наконец-то, мы вспоминаем. Так вот, оказывается, не улетая в космос, не залетая за Землю, не рассуждая, плоская Земля, или она круглая, или она грушевидная, мы просто смотрим и вспоминаем, что Орион, Сириус – это созвездия, которые, ну, естественно, Плеяды и так далее. И любые другие созвездия, которые мы все с вами благополучно проходим, они отражены в каждой ДНК. У каждого вопрос только какой частью, какой ген, да, вы, чем вы оперируете, что вы вибрируете, с чем вы здесь живёте, кто управляет вами, да? Всё. Или в данном случае, чем управляете вы, ну, потому что здесь изначально и точно так же отражено, да? Вот эти вот три у нас точечки, а у нас так, а у нас так, а у нас так, да? Они у нас на созвездии, то, что мы видим на у нас пространстве, да, в нем. И точно так же отражено в нашем сознании на стенах пирамид, как большой пирамиды единый, да, которую всё мы собрали, мы здесь всё полностью, все части собрали. Так и в области мозга, где Орион является станцией, ну, дальше мы с вами, я буду там рассказывать, да, станции, здесь есть станции отца, станции матери, мы с вами выходим в станции здесь потом, да, есть камеры там, вот, око открытого, это когда хорус, да, отец, мать. Сливаются у нас по сценарию и раскрывается шишка, видна железа. Так вот, это станция отца, сознание, это мать, Сирюс, да, Лениси, да, Сирюс, их там по-разному. То есть это высшие станции, высшие. И есть рептилоиды, сознание рептилоидов, мозг, мозговая часть, это вот как раз ствол мозга. Это когда человек оперирует вот здесь, да, есть ещё ниже, но суть, да, мозга, это вот здесь, ещё до этого он даже сюда не зашёл. Он даже сюда не дошёл ещё. И получается, что если в вашем пространстве есть рептилоиды, есть страхи к ним, есть информация о них, и вы все боитесь и везде их там, где-то видите лицезреть и тому подобное, и это ещё у вас вибрирует страх, то это говорит только о том, что вы, так, ну да, что вы апеллируете мозгом вот в этой части, и причём в закрытой этой части. Это та область мозга по образу и подобию, это та кристаллическая структура сознания, которую вибрирует человек, которая полностью отделена, да, то есть мозг вообще просто спящие клетки, просто спящие клетки мозга, спящие клетки молекулярные, да, вот эти связи кристаллической решётки, спящие нейронные там связи, вообще там вот так вот ток проходит, там еле-еле там. И это сознание, которое живёт на выживании, которое просто живёт на волне страха, да, есть волны страха, да, вот они хаотичны, это вот человеческое, и это уже пошла волна в любви, волна порядка, высшего порядка, абсолютного порядка. По сути, всё есть звук мироздания, всё есть эти волны, всё есть эти частоты этих волнов. Вопрос в том, что какую волну вибрируете вы. Вот и всё. Соответственно, вопрос по рептилоидам закрыт. Всё, они есть только в сознании, всё. Соответственно, если вы находитесь на их кристаллической структуре, вы можете их и встретить, вы же у них дома. Ваше же сознание может там являться в каких угодно там. Вы же это проецируете, этот мир, вы же Бог изначально. Просто забыли об этом. Да, конечно, вот здесь сознание не имеет такой силы, о которой я сейчас буду говорить, того сознания, которым оперирует уже мозг единый. То есть такой силы, даже силы мысли такой нет. Да, вроде какие-то практики что-то делают, делают, всё выживают, выживают, по кругу бегают, бегают. Тут всё ясно, да? Отлично. Поехали дальше. А дальше мы поехали с вами. Фотоны, фотоны пошли, свет наполняем. Кстати, золотой геномик, говорю. Слушайте, золотой, вот это и есть. Когда звук, звук, звук этого электричества передаётся, 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 передаётся. Эти фотоны даются вот так вот, они просто изливаются. Да, человек хорошо послушал, на следующий день пошёл, новости включил, радио включил, всё убил, уничтожил. У него обратно это всё ушло. Он сидит и думает, что у меня всё так плохо. Не работает. Что не работает? Почему я болею? Вот я наблюдала, да, у нас на Христосознание, когда у нас вспыхивало частичка за частичкой, и я всё время наблюдала, что они делают то, что не делают другие. И знаете, какой я параллель провела? Даже когда Солана включает видео и говорит сама о чём-то у неё на заднем. В экране играет сфинкс, какое-то посвящение, ещё что-то, да. То есть постоянно носитель клетки Бога изливает эти фотоны бесконечно, потому что это бесконечная энергия. Понимаете, это амрит, это эликсир бесконечной станции. И вот когда он включается в этот поток, да, как вы знаете, на геноме мы включаемся, и он начинает нести с этой изначальности, с этой сознания это изливать, в каждом условии это изливает вот эти высшие станции, это не высшие силы, это не высшие я, это уже ещё высшие, да, начальные, изначальные, то, конечно же, передаётся электричество живое, свободное. По образу и подобию также здесь проявляется в ваших живых стволах клеток, до которых мы нашли. Нашли. И нашли мы с вами следующим образом. Шли-машли фотонами. Шли-машли. Сердце раскрыли. Любовь, безусловно, раскрыли. Всё прекрасно. Прошли самую-самую. Сложную дальше, кажется. У нас ещё на геноме бывает, что вроде сердце раскрыл, так себя хорошо чувствую, потом проходит время, говорит, что-то меня опять какой-то этот не проходит, да, потому что мы трудимся, трудимся, а здесь, вот в этой области, да, вот соединение как раз мозга головного, да, спина, спина мозга, да, мозга, да, вот эта вот часть, как раз она является собой такой сложный участок. Мы с вами на этом участке не даём никаких практик, никакие движения, никаких там физических, как даются в различных там практиках, йогах и так далее. Мы ничего не даём. Мы здесь полностью действуем в клетке Бога, которая абсолютно для каждого, не навредя, абсолютно точно растворяет это всё, но по образу и подобию это проходит очень ускоренно. Вот как раз в этой части, если этот момент проходит, и заканчиваются такие кармические сценарии. Очень ускоренно. Начинаются происходить события, где мы говорим, что дух тебя скоммирует, и события за событием, ты выходишь, ты проходишь вот эти этапы этажей. По образу и подобию, конечно, у нас там этажи о-го-го, мы уже всё, мы уже вышли в космос и пытаемся там, да, сориентироваться на местности, а наша ориентация – это наше созвучие и соответствие с частотам этого сознания. Вот мы и копошимся там, вот там и копошимся дольше всего. Да, это у нас как раз второй уровень. Вроде бы первые прошли, да, на первом уровне там рвал, тошнило, голова раскалывалась, просто невозможно как, да, было плохо, только включил всё уже, как бы плохо, потому что пошли эти световые потоки, да, пошли эти фотоны, тело этого не знало, тут это тело как сосуд начинает заполняться, ему нужно идти, 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 подниматься, подниматься, а тут, ах, ещё и нужно трудиться, ещё и домашнее задание выполнять, они-то тут как раз только на первом уровне, по сути, и даются для того, чтобы ты всё время, чтобы ты сцепился с этим своим светом изначально, да, оно для того и дано, а не для того, чтобы тебя нагрузить там по полной программе, да, и вот тот, кто готов, тот, кто уже вот прям пульсирует, да, он сердцем, он знает, что он другого, ничего не хочет, он идёт домой, по образу и подобию, идёт домой, всё, ничего другого не хочет, всё, он идёт в свой дворец, да, он идёт в свой дворец мозга, он идёт в своей изначально, идёт, 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 доходит до третьего уровня, но опять-таки, я-то говорю, чтобы это было вот уже, вот, все понятно, да, и он доходит всё это время, да, вот когда мы вот здесь проходим всю эту часть, заполняя её фотонами, проводя определённые, и всё это происходит в клетке Бога, в изначальной ДНК, там такие работы колоссальные, просто производятся, и они производятся повсюду, да, подобное, 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 всё это время начинает здесь пульсировать, кто-то начинает уже чувствовать просто невыносимую боль, да, если на втором уровне это закончилось, да, выше в космическое пространство, всё, сюда вот, мы вышли, всё, вот, то начинает уже болеть здесь, начинает болеть голова, да, у всех по-разному, у кого-то может и не болеть, да, как я и стимусом привела, пример, не обязательно лежать, не обязательно кто-то будет болеть, там, не факт, у всех по-разному, у всех разная подготовка, это нормально, ну что, открывается наше локо, пульсирует, 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 вот, глазик, открывается, Тут уже запускаются совсем иные нацисти. Если мы будем смотреть на нашу шишковидную железу как на образ-подобие, то вот он, то есть когда открывается шишковидная железа, вот еще показывает, все, мы вошли в дом, еще верят креста, морозы, смеяния, происходят различные процессы, конечно, на пути различные и психические, потому что это психоле. Все процессы происходят на среде сознания у всего человечества. Сейчас идут процессы на среде сознания, да, мы больше будем наблюдать вот этих психов, раздражений в тему и не в тему, потому что пространство давит, да, создает это напряжение не мы, сотрясаем эфир и создаем верное напряжение у себя в мозге, соответственно оно пошло по образу и подобию, а у человека как бы наоборот, пока он не углубится в себя. так вот, мы ее раскрыли, все, мы ее открыли и теперь у нас открывается связь вот здесь полностью, вот он, да, верхняя вот эта как раз связь, я ее показывала, да, в станции, в том числе станции отца, да, отца имеется в виду сознание, тут уже как бы понятно, да, центральная станция, центральный контрольный пункт вашего корабля, вашего сознания, так понятнее, да, чтобы не уходить ни в какие дома. вот она связь выстраивается полностью, идет связь через открытое око с поселенной, то есть с целостной единой клеткой Бога, которую вы уже имеете мгновенное взаимодействие, мгновенно, то есть продолжаем, да, тут мы продолжаем, это у нас еще пока начало третьего уровня, мы тут еще, нам еще очень много предстоит потрудиться, потому что кто-то думает, что открыл это око, открыл шишковидную, там, кто-то там пытается делать практики, чтобы обойти там тимус или еще что-то там, то мы только начинаем, ну все, ну ладно, элементарное, как бы это вот должно быть просто вот такое строение этого тела, но у нас есть кровь, у нас есть ДНК, у нас есть мост, какая взаимосвязь? Дальше же должно что-то поменяться, на этом этапе поменялось ДНК, когда мы раскрыли? Нет, мы идем дальше, нет, мы идем дальше, а дальше мы идем с чем? Дальше, когда раскрывается шишковидная шишка, помните еще, по образу и подобию есть такое, как шишка, она некую смолу выдает такую каплю, она начинает, да, эта железа начинает выделять некую секретцию. по сути, если мы будем с вами, заглянем немножко куда внутрь, то мы увидим в области шишковидной шишки, ну она у меня постоянно уходит, мы ее увидим здесь, вот здесь, также по образу и подобию, вроде бы вот она, ока Бога, да, вот она, но мы также увидим образ соподобие строения Солнечной системы, и здесь, вокруг шишковидной железы, помимо, да, что вот она, секретцию начинает выделять, оно начинает мозг, вот так, наверное, хотите на его картинку, но ничего, мозг начинает вырабатывать сильные клетки, высокочастотные, почему мы говорим сверхчеловек, носитель сверхсознания, то есть, по образу и подобию, человек становится носителем сверхчастотной сети сознания, а значит, эти клетки мозга начинают рождать маленьких плазмоидов, представляете, насколько сильные клетки, очень сильные клетки, и они собираются вот в этой области, и по образу и подобию, по образу и подобию, вот смотрите, вот мы берем центр, вот центр, это и это одно и то же в данном случае, сверхчеловек, да, мы еще могли бы вот так вот ее поднять, и здесь голову, почему здесь женщина, просто мы, потому что говорим о том, что мы женское полушарие изначально, мы мужское изначально тоже разворачиваем, но просто так как мы идем с вами через тимус, поэтому мы здесь отмечаем женский, да, образ, но сути не имеет, мы можем его назвать бесполым, да, суть такая, что мы можем поднять голову, вот сюда высунуть, да, так, оп, на решетку, и только голова торчит, то у нас получится, у нас получится сфикс, у нас получится лев, и вот это тело, оно уйдет вот в эту пирамиду, да, мы голым падаем, оно уйдет в эту пирамиду и соберет все вот эти части кристаллические, о которых я вам сейчас буду рассказывать, в чем еще разница, да, сознание, чтобы было понятно, вот, то есть получится сфикс, то есть по образу подобию львов, получится мироздание, где солнце начинает проецировать себя, в данном случае голова, она становится солнцем, она зажигается лампочка, если мы с вами, например, посмотрим на мозг, кровоснабжение, да, у одного мозга, видите, на что похоже, ну ладно, я подскажу, это похоже на анг, да, и если здесь полностью вот это кровоснабжение, сейчас, чтобы вот прям совсем вот, сначала расскажу об этом, об этом ангеле, чтобы вообще стало понятно, да, то есть вот здесь начинает вырабатываться секрет, мозг, в свою очередь, так как он уже, можно сказать, подключен, но на самом деле он просто созвучен, инсинхронен, он на одной волне с изначальной сетью сознания, изначальной, полностью зажженной, воскрешенной, что мы делаем силу, помните, мы воскрешаем силу, возносим на изначальную сеть сознания, сила это клетки, мертвая, спящая, вот она, или сеть сознания, которая вообще не зажжена, тут нету, например, кое-где вспышка, кое-где там не вспышка, одно и то же, только мозг здесь, нейронная сеть, вот она здесь, потом вокруг человека, потом еще вокруг его земли, потому что у него своя земля, и у него вот это повтор, 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 ну, потому что он носитель этого сознания, он здесь, соответственно, сила возносится, это клетки, когда они дошли уже, вот, что все, они все вознесены, они все горят, все святой дух, все первое солнце, соответственно, и здесь такая структура, и здесь, и все, но он со вселенной одно и то же, одно и то же сознание, одно и то же сознание, и он уже оперирует мозгом целого, можно чуть-чуть открыть, пожалуйста, венки, да, там вроде замолчали наши мышцы, вот, соответственно, что происходит? По образу и подобию, вокруг этого тела есть теперь только центр, и вокруг могущественная сила, вот она, ее множество слоев, множество, множество магнетических слоев, которые постоянно вырабатывают сами свет, это и свободное электричество, вот он вам гравит, да, еще опять по образу подобию, и это живые стволовые клетки, которые регенерируют ткани, воскрешают, здесь вокруг человека идет уже просто бесконечность, да, вселенная, и соответственно, вот здесь, почему вот это радужное ореол, да, над святыми постоянно там рисовали, вот оно, постоянно здесь, как такой живой, живой корабль, живых клеток, которые начинают воскрешать эти клетки, ну, хорошо, это мы уже имеем, мы имеем новый вид энергии у себя в организме, мы его имеем прямо у себя в мозгу, мы являемся носителями нового вида энергии, а дальше что? ДНК, говоря об этой изначальной зажженной меркам источника клетки Бога, да, этого Солнца, мы также говорим, что здесь собрание всего, что есть, это единая клетка, здесь все, что когда-либо было, есть и будет, здесь все, сверхчеловек является носителем всего, всего одной клетки, достаточно, чтобы ее развернуть, и здесь еще говорят звуки всех-всех станций, но изначальные, уже только изначальные, то есть они все несут характеристики радости, любви и счастья, и бессмертия. И дальше, когда вы становитесь носителем этого, вы понимаете, что ваш мозг, ну, везде по образу, по дубе, доходит до мозга, да, оттуда, 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 хопс, повторилось здесь, мозг начинает вырабатывать высокочастотные клетки, высокочастотные клетки, то есть вот здесь, в мозге, да, вот они здесь есть, ну, они есть вот здесь, в этом месте, да, ну, и как в нейроны, да, и здесь, и вокруг, ну, опять-таки, повтор, клетка повтор, что теперь, а как ты высокочастотная опустишь сюда? И вот это уже процесс, который мы как раз и проходим, на данном этапе, да, мы его проходим, вы его уже прошли в свое время, это вот тот процесс, во-первых, вот эта сила свободного электричества, когда вот здесь мы проработали, ну, мы когда сюда шли, здесь это проработали, теперь же мы обратно идем, все, мы здесь силу собрали, вот эти живые стволовые клетки, вот это свободное электричество, это и есть сила, это и есть сила бесконечно, которая множится, она бесконечно множится, и теперь вот это высокочастотной клетки человек не вырабатываем вообще здоровых клеток в мозге вообще то есть изначально он рождается у ребенка еще есть какая-то там до сомбриона там еще сформированная какая-то часть но он растет и это все отмирает у него вообще нету такой функции то здесь когда он приходит в изначально это дом да все у него полностью поменялась вся структура тела на все он видит это моноатом на это некая трансцендентная такая как порошок некий до моноатомное моноатомное золото носите то когда он становится носителем этого когда здесь клетки вырабатывают они постоянно воскрешают это сила воскрешает вот здесь теперь следующая стоит задача говорим лучше прям просто заложила голове то потому что это внимание сейчас на них обращая они мне тут вот а сейчас и суть такая что мы сюда поднялись здесь собрали эту энергию и и теперь нужно по всему позвоночному столбу опустить эти высокочастотные клеточки бога отражение самого себя пройдут вниз полностью совместно со спинном и злобой жидкости всему спинному столбу найдут ну во-первых вы же понимаете что это паша пошло еще возвращаемся кровоснабжение головного мозга смешивается с кровью это уже огненной энергии как мы говорим закипает она меняет помимо всего строения что здесь начиная с первого уровня заканчивая третьим все это время мы отражали небо на землю мы отражали все вот эти платформы все вот эти платформы то есть изначально кристаллической на мозг целого мы вроде пошли сюда но то изначально совершенно абсолют истинный бог он отражал отражаться на вот здесь он отразил себя на земле то есть если у человека здесь все там как раз как они называются да сегодня говорили о них уже все я уже ушла с этой мерности терептилоидные вот это все выживание там все вот эти искажения на то к этому моменту вот здесь по образу и подобию а эти платформы не как зеркало становится в небо отразили на землю соответственно точно также под ногами отражается и значительная кристаллическая структура это изначально экономизации генетические и соответственно все эти клетки они пошли сюда начали полностью да все запитывать точно так же не начинают туда обратно подниматься вверх сюда проходить свободно здесь тоже есть подобие спинкса подобие мило сейчас не было немножко иначе да очень высохла там все в пустыне не просто так потому что высохло людей найти сценарий там это уже применяется в ближайшее время и появится это вода но суть в том что вот она пошло 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 по всем каналам эта энергия источник . начинает питать и как здесь вот я говорю да там снабжение головного мозга похоже на так и если братья его человека по образу и подобия вы уже знаете как выглядит клетка изначально я не буду здесь показывать это третий уровень римона то что как раз рафаэль не буду показывать не для того чтобы домой какая-то тайна а потому что когда ты к этому вот приходишь вот именно вот тем путем который вы уже поняли что он неизменный ты не пропустишь ничего если ты пропустил на первом уровне ты во первых ты сюда не найдешь потому что все это время как и трудился сюда так отсюда трудилась понимаете как зеркало друг друга друг дружечку тын-дын-дын чтобы встретиться до возле этой мембране как два мозга соединяется в целое и человек становится носителем мозга единого положение оперирует не оперирует не левым полушарием и правым полушарием он оперирует единый связь у которой связь со вселенной такого человека не в заблуждении не ведешь вы не обманешь в том плане что ты не скажешь это что ты тут вообще несешь как бы да уже ничего ты такому не скажешь потому что это но настолько становится действительно это очень улыбает и это вот ты и вселенной это становишься просто одним целым нераздельным на этом этапе есть только живые знания веры здесь нет верю не верю сердцу прижмешь да тут уже такого нет здесь есть только одно знание все тут есть только абсолютное чистое знание которые идем дальше дальше мы идем хорошо конечно же моменту активации шишковидной железы здесь здесь я отдельно это буду рассказывать какие что по образу подобие тоннель сознания есть тоннель обморку мозга да в том числе и 3 да мы берем такой как за малым большом кристаллический структур сейчас мы просто чуть-чуть еще получим наш мозг области мозжечка есть определенная станция которую человеку так скажем самостоятельно потому что он захотел без бога он захотел ее там активировать и вот когда все заливается светом здесь же по-настоящему шишковидная железа начинает светить по-настоящему понимаете естественно затрагиваются и другие части мозга происходит мутация и вот говоря о той точке до которой мы доходим в итоге которая выстраивает полностью все мосты все все так скажем конечная станция до которой мы доходим все назад дороги нет это уже мы называем воскрешением это уже нет уверен не верю я просто знаю что это так я это вижу я это вижу я это знаю здесь меняется очень вот на этом этапе человека больше когда задействованы активируется именно это казалось точечка любимое вот здесь и начинается новая жизнь и вот эти стволовые клетки они это мощи да мы еще говорим которые собирается и вот когда ты до этого дошло да ты это все прошел и причем еще сейчас закончим если какие-то моменты там открытие шишковей на железы что-то там пытались делали ну а в особенности мастера тебе-то 30 лет кому-то 50 лет нужно кому-то 20 сегодня они уже говорят связи с тем что скорости повысились 8-9 лет мы знаем реально как это возможно когда присутствует не мозг не логика не просто какие-то практики древних которые не имели этой частотности а когда присутствует генетика бога ген бога все намного быстрее потому что он клетка как вам может изменить еще раз повторюсь любую клетку на расстоянии есть условия условия это полного согласия и готовности так вот когда уже дошел 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 и вот твои стволовые живые вот моноатомное золото все здесь все изобильно все вырабатывает живые сильные высокочастотные клетки мозг вырабатывает постоянно клетки они полностью опускаются проходят по всему организму кровь питается твоей костной ткани все ты управляешь этой силы кстати почему медитации по 10 лет сиди медитируй ну ты просто потеряешь время бесполезно если ты не имеешь этой силы вот на меня кто-то обижается говорит вот канала ты можешь там говорить про медитации я скажу так я ни с кем бороться не буду но я могу сказать от себя придите к этому телу сознания хотите медитировать потом садитесь и медитируйте вот просто если такое желание конечно возникнет потому что придут другие осознания но если очень хочется потому что хотя бы тогда в медитации когда вы будете направлять свое внимание на те или иные органы ткани кровь капилляры сосуды не важно на что на свою маму на папу где вы там летаете вы хотя бы будете этому давать силу потому что говорить о силе и быть носителем этой силы это разные вещи абсолютно разные вещи поэтому это вот прям вот от сердца к сердцу и соответственно что еще в этот момент идет то чего нигде нет а идет следующее что когда меняется эта волна да и выходишь на эту волну изначальную волну любви эту генетику на протяжении всего этого пути ты учишься говорить иначе и помните мы с вами шли этот путь и я говорила что вот есть чат да мы взаимодействуем в чате дело в том что когда мы открываем и запускаем в эти изначальные поля да эту клетку волны потихонечку да идет там подготовка там есть свои процессы невозможно начать этот путь если источник не спускает свой вот этот РНК луч репрограммирующий вчера был вопрос да через олег сучков репрограммирующий то есть меняющий программу чего генетических подок записи и вот он как лифт выстраивается эта траектория и мы его проецируем в чат клеточки начинают друг другом сообщаться изначальные клетки приходят человеческие они под этим лучом они начинают некие импульсы производить вот тут начинаются различные изменения ну чаще всего на первом уровне это головной боли и так далее да первый уровень потому что сущности старого порядка вы просто покидаете это все поэтому тошнота рвота могут какие то если были болезни они на этот период могут усилиться если были какие то кармические отношения они разорвутся то есть это настолько ускорено да выстраивается звук здесь одна волна здесь другая пошло это изменение все звучит РНК стул звук ладыки звук первого все вот он и что еще происходит там на самом деле многомерно идет руку но когда я говорю общайтесь говорите да что еще происходит обратите внимание на то как общаются в академии центра света да и вот где то еще есть некое понятие я попытаюсь его перевести потому что оно в более высоких развитых цивилизациях да на земле это можно сказать что рождение цивилизации еще как говорят какого-то определенного да то есть какая клетка да вот клетка солнца там или бог солнца то как там называет мы просто уходим он он как бы вбирает да он как бы вбирает один носитель другой носитель по сути он вбирает и отсюда отсюда мы заходим да и вот становимся носителем этого солнца все все ты вселенная здесь центр оказывается ты центр вселенной да все и вокруг это все повсюду ладно сейчас мы будем об этом говорить углубляться на суть такая общение как мы говорим как мы обращаемся друг другу я еще всегда говорю обратите внимание что если вы в чате поговорили с друг другом вот так закрыли чат вышли начали общаться с друг другом вот так так зайдите опять в чат ну по крайней мере вы там напитаетесь этими фотонами и и сколько раз у нас было уже сотни раз это уже не десятки десятки было вот когда мы да вот мы выпрохали вот сотни раз когда говорит просто какой-то в чат вошел сердце раскрывается любой вышел зашел вышел кислорода не хватает зашел так вот это и создано пространство просто люди не могут никак догнать как такое вообще возможно но для сознания бога собственно возможно для него в этом нет никакой сложности он собирает в одном пространстве в одной мерности а кто-то наоборот зашел голова болит ну потому что фотоны пошли да вот эти световые симптомы пошли вот это первое а суть есть и в том когда я говорю вот еще вот вам было да полегче меньше чат и постоянно с друг другом и вот я говорю обратите внимание просто обратите внимание что я же не просто так вам что-то говорю я вообще ничего просто так и не говорю что кто больше всех в чате взаимодействовал тот первый воскрес да кстати вот по воскресенье еще вот здесь если мы берем это вот за а да вот здесь то вот здесь вы можете да как крест некий крест вот это где христос распят да что нету нету этой энергии здесь ее нету это энергии бога человек живет без бога и вот он воскрес и поднял свою голову есть вот такой еще образ да здесь пошла эта энергия оно пошло в кровоснабжение головного мозга начали рождаться сильные высокочастотные клеточки упс понятно ну хотелось еще рассказать я уже наверное следующий раз буду говорить когда рассказывать про мозг тут просто долго рассказывать уже мы прошли этот путь мы сейчас вышли что здесь также это геометрия мозга она отражена да платоновые тела они не просто так что это геометрия вот по сути вот мы поднимаемся только потом мы заходим в эту точку да и выходим здесь эфир эфир полностью все заполняющий все клеточки все структуры все кристаллические решеточки да и человек сверхчеловек вот он да это квинтис квинтисенция человек начинает сам управлять своей природой он сам начинает управлять кодунами памяти он не заточен в какие-то определенные здесь границы этого кода потому что для него открыта вся ДНК Бога и он может сам свободно передвигаться и выбирать ту память которую он он проигрывает здесь соответственно когда мы говорим план Бога мы говорим не просто что это где-то там в Библии или где-то что-то написано не берем такие моменты а мы говорим что план это записи в кода вот и все поэтому план Бога и путь он един для всех это клетка Бога она одна понимаете одна эта клеточка абсолютно она одна и вот когда мы не только к этому приходим а мы во всем этом процессе во всем во всем этом процессе вспоминаем как говорит эта клетка как она говорит как она обращается друг к другу как при обращении друг к другу открывается сердца когда я пишу в чате что происходит я даже одно сердце могу поставить в чате один смайлик и все более того те кто не был в чате они начинают этот импульс слышать здесь и они приходят в чат а что Камалая приходила так вот мои родные вот это называется сила Бога и это мои дорогие любовь которая раскрывает и на любом расстоянии касается ваших тимус и это ответ на вопрос который был задан мне что я уже на который я начала отвечать сейчас я его озвучу что Камалая вы собираетесь как бы в один роль я вот уже очень многое знаю в теме эзотерики я давно занимаюсь сторон я помогла многим людям я там избавилась от карма зачем мне нужен золотой геном я ответила на этот вопрос чтобы быть рядом с вами чтобы быть с вами я ответила на этот вопрос так вот когда я слышу уже от вас вас когда вы говорите когда вы выходите в эфиры на канале и начинаете говорить сердцем единого я даже не открывая канал слышу вас потому что мы здесь едины мы с вами здесь одно я это вы я теку в ваша клетка теку и протекает любовью обращая внимание каждый раз на каждого это сознание невозможно постигнуть логикой абсолютно никак никак вы будете все время замыкать вот здесь замыкать, замыкать, замыкать невозможно постигнуть ему да его вообще постигнуть невозможно это нужно перетечь и сценарий он прописан в клетках он прописан у каждого вы понимаете и он не изменен просто пришло время когда клетка Бога начала говорить начала говорить через всех каждого здесь и также через нас те координаты когда это свершится воскрешение и приход к вашей святости к вашему изначальному Богу во всем по-другому просто невозможно вот она и синхронизация вот она и стучка к целому и здесь и здесь и здесь и здесь и здесь вот он и баланс и мое счастье слышать вас именно вибрацию видеть синхронизацию действий и вот это и есть подлинное объединение на первой кристаллической сети сознания и так же по образу и подобию мы зажигаемся здесь если мы берем ну только здесь конечно структура другая да геометрическая структура мы о ней говорим то есть сегодня мы о ней не говорили мы еще поговорим об этом не только на геноме я затрону когда более подробно разберем эти участки мозга я безмерно вас люблю всех безмерно и редко бога это сердце всего что есть и сколько бы вы не расширяли вселенную она будет уменьшаться будет опять расширяться и вы все время будете видеть одного и того же одного и того же эту точку то красное солнце то ядро которое индифицировало само себя в каждой клетке каждого цветка каждой травинки каждой пылинки повсюду один и тот же всюду один и тот же он воскрешает одномоментно в каждом шучке в каждом паучке в каждом волосике каждой кошки каждой собаки и вот тогда говорят Христос воскрес Безмерно Безмерно Я тебя люблю Безмерно люблю тебя Ну как ты это сказала что если такой вопрос есть то лучше мне отвечать на этот вопрос Вы же знаете что я никогда никого не уговариваю вопрос звучал следующим образом а нужно ли эти я ответила нет тебе туда идти не нужно почему я говорю вот когда ты проснешься одним прекрасным утром оно для тебя не будет прекрасным потому что Бог тебя будет всеми силами вести к себе но когда ты проснешься одним таким утром и все таки оно прекрасное потому что ты его заполнишь надолго и когда твое сердце начнет вот так пульсировать просто вот все будет содрогаться и ты скажешь я ничего больше не хочу стать единым вспомнить себя и я вспомнила этот звук я знаю я знаю что это звучит он если ты если ты его ты никогда ни у кого не спросишь надо тебе это или нет у тебя начнет содрогаться каждая клетка и пространство он сам тебе принесет для этого все ресурсы это уже доказано это уже даже как мы говорим не надо доказать с ним нужно понимать но это доказано опытом уже сотен все как ты к этому пойдешь куда ты пойдешь в тибет может ты пойдешь тридцать лет у тебя есть и ты будешь сидеть тридцать лет ну как они сейчас говорят там 999 пешком и пройдешь куда ты там придешь сейчас и так далее я за это я ничего тебе за это не могу сказать я за это не несу ответственность но я могу тебе сказать что лучше не иди в лес со сверхпроводником если ты не уверен потому что сверхпроводник не остановится он знает дорогу он знает и он уйдет он пойдет вперед он не будет тебя ждать а ты усомнишься и останешься в темном лесу лучше не начинай путь если у тебя нет сомнений если ты услышал где-то не умом не задался логикой а ты просто уже сказал я знаю все вот тогда ты мне такого вопроса не задашь когда мы с тобой встретимся здесь я встречу тебя а когда-то может быть да ну в данном случае в физическом теле да вы знаете что я всех встречаю на этом кроме вне физического тела и точно так же теперь вы встречаете носите носить все повсюду рождается в отражении подобных подобных словах дела через глаза в мозге через живые стволовые клетки самовырабатывающиеся плазмы везде рождается отец и мать сын приеден но он един да уже все мы как-то собрали все один и тот же и это абсолютно иная жизнь ты поменяешь я говорю жизнь совсем ты перестанешь убираться за всеми ты перестанешь мыть дома ты говорю как бы полностью поменяешь эту жизнь понимаешь я говорю ты на первом уровне ты стоишь рядом со мной у тебя кружится голова тебе плохо тебе тошнит ты вообще сляжешь ну вот просто просто сляжешь тебе будет плохо ты будешь три месяца лежать не ходи на золотой геном потому что он раз и навсегда изменит тебя твою жизнь твое строение тела раз и навсегда ты просто абсолютно войдешь абсолютно и кстати по поводу иммунной системы вот они живые стволовые клетки это и является иммунной системой которая эта мерность намного выше мерности любых бактерий вирусов любых поэтому когда говорят я пришел на золотой геном на первом уровне а что я заболел вы теперь осознаете какой путь нужно пройти да это чтобы все это но это путь 9 месяцев это вот он вернуться в эмбрион вернуться в эмбрион потому что на точке выхода происходит смерть в двадцать первом измерении смерть человека смерть человека происходит активация да здесь я вам говорила определенные такой станции очень сокровенные сокровенные когда человеческое тело полностью оно просто все его структуры уходят совсем остается только все это точками возврата назад дороги нет ты становишься носителем клетки бога носителем сознания бога все а когда раньше выйти в эту точку через эту мельность можно было только после смерти да сейчас мы это делаем в физических телах понятно что у нас это был солнце да нового времени он готовит всех нас да к синхронизации с ним с этой новой клеткой новой генетикой новыми естественно да записями и соответственно новой кристаллической структуры планет проецированной уже да солнечной вселенной и суть состоит в том что когда происходит этот процесс да здесь активируется по образу подобию эта точка и происходит этот процесс воскрешения взрыв все сразу все эти моменты да но они конечно по очереди не в один день да все происходит так как нужно то вот этот мозг эмбриона который изначально по сути ну совершенно по образу и подобие опять это эмбрион отца потому что здесь вот эти станции ориона которые все думают что это что-то там не осознавая свои структуры да что все это как раз не звезды что все эти скопления это это твои стены сознания пирамиды сознания вот они здесь все это все ты да да что это луч ассириса да через которого заходит семя да семя отца еще суть такая что что человек имея такой ген физическом теле можно преодолеть это бессмертие мы уже здесь знаем какие этапы как и что чтобы дойти нужно чтобы нас этих носителей генетики было хотя бы двенадцать процентов населения то есть порядка если брать по-крупному 140 миллионов давайте 144 миллиона уже брать эту потому что частота этой высшей компенсации все я ответила на вопрос да исчерпываешь по крайней мере мы поднялись всем остальным и высшим конечно